В завершение нашей сегодняшней конференции я рада предоставить слово Ильдару Абдуловичу Ибрагимову «Лаборатория статистических методов». К сожалению, я не так хорошо всё помню. Говорят, что старики не припомнят, но это не потому, что было очень давно, просто потому, что у стариков плохая память. Но всё-таки кое-что я помню. И прежде чем я буду вспоминать, я обращусь к докладу, только что прочил Наталью Васильевну. Сам доклад очень хорош, но мне нравится то, что она полностью находится под влиянием такой французской экспансии и все употребляет слова процесса Леви. В годы моей молодости такой терминологии не было. Если возьмёте классическую книжку Ганеденко и Калмогорова «Пределение теоремы для суммы независимых случайных личин», к сожалению, молодые люди сейчас классику не читают, она правда, эту книгу очень стоит читать даже сейчас. Так вот, там никаких процессов Леви нету. Есть только процессы с независимыми превращениями. И в самом деле эти процессы были видны вовсе не Леви, а Брунде Финетти. Правда, при нечем ограничениях. И, скажем, процессы Брунде Финетти не могли иметь бесконечного числа скачков в районе нуля. Полностью процессы с независимыми превращениями были видны Калмогоровым и Хинчиным. И даже представление характеристической функции произвольного бесконечного делимого распоряжения, правда, при условиях студии дисперсии, было сделано Калмогоровым. Я, кстати, не хочу ничего сказать при этом дурного про Леви. Леви был действительно замечательный математик. И, кстати, ничего сам себе того, что он не сделал, не приписывал. И, кстати, Леви находился в постоянной переписке с Калмогоровым и Хинчиным, пока это было возможно. В конце 30-х годов, в силу разных политических причин, они уже не смогли переписываться. Так что, повторяю еще раз, ничего дурного о Леви я сказать не могу. Но все-таки процессы были придуманы задолго до Леви. Теперь, что касается воспоминаний, которых от меня ждут, ну, к сожалению, я далеко не все помню. Скажем, мне трудно сказать, когда на самом деле была организована лаборатория статистических методов. Ну, я все-таки кто-то помню, начиная с 50-х, ну, примерно с середины 50-х годов, даже нет, пожалуй, раньше, ну, с первой половины 50-х годов, когда я на втором курсе познакомился с Юрием Владимировичем Линником. И я не знаю, была ли тогда лаборатория. Тогда все вращалось вокруг Юрия Владимировича Линника. Он был заведующим кафедрой теории вероятностей. И была ли лаборатория тогда или нет, я не знаю. Но, в общем, когда она образовалась, во всяком случае, ну, вот, когда я уже был в аспиранторе, Юрий Владимирович передал кафедру Петрову, значит, тогда уже, наверное, лаборатория была. Теперь, что касается, дальше вспоминать, лучше я буду вспоминать, ну, несколько результатов, полученных вот в лаборатории или на каждой, когда там было, я здесь все равно, несколько результатов, которые, по-моему, стоит вспомнить. Ну, вот начну я вот с чего. Еще в 30-е годы Сергей Антонович Бернштейн доказал, что если у вас есть две независимые случайные величины, причем кси и это, причем кси плюс это и кси минус это независимы, то тогда кси и это обязательно имеют нормальное распределение. Ну, то, что это такие специальные линейные формы, несущественно. Доказательство дает то, что если у вас есть две линейные формы от двух независимых величин случайных, то эти случайные величины в случае независимых линейных форм будут обязательно нормальны. Юрий Владимирович считал, что теорему Бернштейн стоит распространять на формы n независимых случайных величин и думал, что нужна будет независимость n линейных форм. К всеобщему удивлению, был получен Юрий Павловский точек такой замечательный результат. Если у вас есть две линейные формы от независимых случайных величинств, когда у вас есть величины кси 1, кси 2, кси n, есть две формы суммы аи и т, кси и т, суммы би и т, кси и т, если эти формы независимы, то случайные величины кси и обязательно нормальны. Но это было начало их исследований, потом появилось очень много работ, связанных с этой тематикой, и по этому поводу есть монография Кагана Линника Рау, где весь круг результатов, начало с этой теоремы, был описан. Другое, что я хочу упомянуть, это результат Линника о разложении сумм нормальной по ассону случайной величины. Но вот еще в 30-е годы Крамер доказал, что если нормальная случайная величина разложена в сумму двух слагаемых, то слагаемые обязательно будут тоже нормальны. Несколько позднее Райков доказал то же самое для распределения Пуассона. Если у вас случайная величина распределённая по закону Пуассона, если она представлена с суммой двух независимых слагаемых, то эти независимые слагаемые тоже обязательно распределены по закону Пуассона. А Линника заинтересовала вопрос, а что будет, если случайная величина, есть сама сумма нормальной случайной величины для Пуассона и Пуассоновской. Будет ли их, и она есть сумма двух независимых случайных величин. Какими должны быть слагаемыми? Будут они обязательно тоже суммы нормальной и пуассоновской величины или нет? Сначала Ленинка просто не задавал вопрос, он ходил и всегда задавал вопрос, а вот что случится, если так? Потом он перестал задавать вопросы и доказал, что если у вас есть случайная величина, которая есть сумма нормальной и пуассоновской величины, если она разложена в сумму двух независимых случайных величин, то каждая слагаемая тоже будет суммой нормальной величины и пуассоновской. В отличие от теорема Крамера и Райкова, это доказательство этой теоремы очень сложной, в первоначале доказательство Ленинка было очень сложным, а некоторые упрощения, сделанные Астровским, которые гордились, что он их упростил, всё равно занимали и 20 страниц. Это и понятно, в чём тут дело, потому что на чём устроены доказательства, как строятся доказательства теорем? В обоих случаях рассматривается произведение хороцистических функций, переходит в комплексную плоскость, ну и в том или другом случае переходит либо к закону пуассонов, либо к нормальному закону. А когда у вас есть композиция законов нормального и пуассоновского, переход в комплексную плоскость, казалось бы, ничего не даёт, потому что у вас произведение аналитических функций очень разного порядка роста. Одна экспонента в степени половином, другая экспонента в степени экспонента. Как их можно иметь с собой соединить? Это очень неясно. Ну вот Юрию Вадимовичу это удалось сделать. После чего он вообще занялся такой проблемой. Это ещё давно Хинчин доказал следующее. Это такая арифметика законов распределения, что всякое распределение вероятностное можно разложить в произведении, в произведении смысла свёртки, в произведении простых сомнослий. Простые, значит, они в этом смысле делятся только на несобственные распределения или на себя. И распределения, которые вообще не имеют простых делителей. Ну, распределения, не имеющие простых делителей, существуют. Это следует, скажем, из терем Кромера и терем Райкова. А вот как описать распределения, которые не имеют простых делителей? Они, наведомо, должны быть безденимыми, но как их описать? Вот Юлиатив занимался этой задачей и получил там много очень красивых, трудных результатов. Окончательному эту проблему решить не удалось. Окончательное решение ката было сделано Чистяковым. Теперь что ещё можно упомянуть из того, что делалось? Да, но потом, я не могу об этом сейчас много говорить, были очень красивые работы Ленинга по аналитической статистике. Об этом я говорить не буду. Упомяну, уже так другое совсем поколение, вот совершенно замечательные результаты были получены в работах Арака и Зайцева. Была такая известная вот что, ещё со времён Хинчина, что предельными распределениями для суммы независимых величин могут быть только безграничные делимые распределения. Однако, может быть, и так, и на тех пределах не будет. Всё-таки где-то в начале 50-х годов Прохоров доказал, что если у вас есть последовательность n-ных степеней функции распределения, вот в смысле свёртки, то найдётся последовательность подходящих безграничных делимых распределений, что вот эти свёртки, n-кратные свёртки, будут сблизаться с соответствующей пассенцией безграничных делимых распределений. А немножко позже Калмогоров доказал, что сходимость будет равномерной. То есть расстояние между множеством n-кратных свёрток и бесконечно кратных свёрток безграничных делимых распределений не превосходит n-1,5. И дальше эти результаты были улучшены Прохоров до n-1,3, а затем, благодаря работе с зайцем и армией, был получен окончательный результат n-2,3. Одновременно Калмогорову была поставлена другая задача. Именно вы теперь суммируете не одинаковые случайные величины, как угодно распределения, не обязательно одинаковые распределения, разные, но они малы в том смысле, что расстояние каждого слагаемого в метрике льви от несобственного распределения не больше, чем ε. По Калмогорову такие суммы отличаются от безграничных делимых распределений в метрике льви не больше, чем на ε степени 1,5. Затем это ε степени 1,5 было доведено до ε степени 1,3, ну и можно было думать, что окончательный результат будет как и с n ε степени 2,3. А Зайцев доказал ничего подобного, результат совсем другой, скорость сказать, там будет ε умножить на логарифм единица делить на ε. Такие всё-таки прекрасные результаты были получены вот в нашем городе и в нашей лаборатории. Что ж ещё? Ну что ж, больше, пожалуйста, ничего из истории упоминать не буду, пускай дальше Дмитрий Николаевич расскажет про боли с временем. Да, ещё мне хотелось бы сказать о работах Гордина, который придумал новый метод. Суммирование, оценки близости к нормальному распределению зависимых случайных величин, и этот метод как-то сейчас стал знаменитым, и во всём мире называется методом Гордина, и даже более того, американские журналы в своё время отметили 50-летие метода Гордина. Так что, как видите, наш петербургский вклад в теорию вероятности совсем не нужен. Ну вот, на этом я кончу. Спасибо. Пожалуйста, вопросы? А можно спросить рассказать какую-нибудь историю из общения с клиниками? Что я хочу рассказать? Какую-нибудь историю из общения с клиниками? Ну, я не знаю. Ну, вообще, я с ним был таким. Юрий Владимирович был человек, чрезвычайно увлечённым тем, чем он занимается. Почему это было обычно так? Вот Юрий Владимирович вас встречает и начинает рассказывать про то, чем он занимается, с большим увлечением. И говорит, что это лучшая работа в его жизни, которую он только сделал. Вы встречаете его через некоторое время, и он начинает говорить, что вот он сейчас делает такую замечательную работу. Вы ему говорите, что это лучшая работа в его жизни. Вы говорите, что это лучшая работа в своей жизни, сделали два дня, два назад. Он совершенно искренне спросил, про что вы про что? Это ерунда, это пустяки. Вот то, что я сейчас делаю, это действительно замечательно. А то пустяки, пустяки. Вот так вот. Нет, он был очень увлечён всегда тем, чем он делал. И встречи с ним всегда были, он немножко спрашивал меня, чем я занимаюсь, а потом начал очень увлечённо рассказывать, чем занимается он сам. Спасибо. Спасибо. А есть ли ещё вопросы? Тогда поблагодарим. Доклад продолжит Дмитрий Николаевич Запорожец. Да, спасибо. Ну, как я вот понимаю, сейчас у вас, да, в эти два дня такой чрезвычайно насыщенный поток информации был. Ну, а тех, кто был в Москве, ну, в частности, вот наши гости, для них тоже пятый день. Поэтому я сейчас постараюсь сделать так, чтобы было, ну, не очень много информации. И, то есть, я вот сейчас расскажу про результаты каждого из наших сотрудников, которые сейчас в лаборатории. Ну, причём у меня нет сейчас цели, вот, полную картину, вот, кто чем занимается, потому что это разные области, ну, и, соответственно, полный обзор. Ну, и мне кажется, такие обзоры всё-таки они больше специалистам понятны. Я специалист под специалистами, я имею в виду специалист по теории вероятностей. Ну, а специалисты по теории вероятностей и так более-менее уже это знают. А здесь как раз я хочу, вот, я подобрал результаты, которые, ну, во-первых, они относительно недавние, и которые вот можно так сделать, чтобы они были сформулировать более-менее понятность широкой публики, ну, и вместе с тем дают представление о том, чем, в частности, вот, данный сотрудник занимается. Ну, давайте начнём с одного результата Ильдара Абдуловича. Это результат 2018 года. Ну, прежде чем его сформулировать, давайте я напомню такое понятие фунтами... 2018, да. А я ещё это делал где-то или так? Да, это, ну, результат чисто принадлежит Ильдару Абдуловичу. Без авторства, я имею в виду, был опубликован. То есть, позвольте сначала вам напомнить, что такое пуассоновский точечный процесс. Так вот, такое понятие интуитивно понятное. Это такой один из базовых объектов, в частности, в стахастической геометрии. Но я сейчас только про одномерный буду говорить. Давайте вот рассмотрим прямую. И давайте на ней отметим точки минус n пополам и n пополам. И отметим на них n независимых равномерно распределённых точек. n штук. Ну, все прекрасно понимают, что такое, но совсем такое хорошее понимание. Это мы берём куб n-мерный, соответственно, с такими вот координатами, да, минус n пополам, n пополам. Ой, не с такими, но очень понятно. Куб n-мерный, симметричный относительно начала координат со стороной n. И в нём случайным образом одну точку берём, и тогда её координаты как раз будут соответствовать вот этим точкам. И давайте теперь n устремим к бесконечности. И вот когда мы n устремим к бесконечности, ну, в каком-то смысле мы как раз получим предел, в пределе процесс, в котором уже бесконечное число точек. И эти точки как раз и будут точками уассоновского точечного процесса. Ну, аналогично можно сделать и в РД, и, в принципе, в других метрических пространствах. Смотрите, одно из таких основополагающих его свойств базовых, ну, можно сказать, определяющих в каком-то смысле, это то, что если мы рассмотрим, допустим, какое-нибудь множество здесь и какое-нибудь множество здесь, то число точек, которое попало сюда, оно не зависит от числа точек, которое попало сюда. То есть в каком-то смысле это полная случайность, говорят, что точки, они полностью случайны. Распределены напрямую. Такой вот естественный процесс. Ну и, кстати, вот еще интересный такой забавный немножко факт, что, смотрите, если мы вот опять вернемся в представление, как я сказал, точку внутри n-мерного куба, и вот если мы начнем n к бесконечности устремлять, то, ну, можно так было бы сказать, да, что-то вот эти кубы с равномерной меры на них, у которых размерность стремится к бесконечности, как будто бы эта мера, она стремится к равномерной мере в гильбертовом пространстве. Ну, конечно, так нельзя сказать, да, потому что нету в гильбертовом пространстве равномерной меры, то есть предела у них нету. А вот если мы эквивалентное понятие в виде точек рассмотрим, то у них предел есть. И получается, в каком-то смысле вот этот пассоновский точечный процесс, он в каком-то смысле соответствует вот этой мере равномерной в гильбертовом пространстве, вот если бы она там была. То есть вот получается вот в этой эквивалентной променуровке предел есть, а вот в гильбертовом нет. Поэтому такой вот интересный процесс. И давайте теперь чуть-чуть усложним задачу. Вот точки здесь распределены равномерно, да, он однородный по пространству, то есть и давайте теперь рассмотрим некоторую плотность, ну просто функцию какую-нибудь, да, измеримую. И теперь мы будем обозначим ее p от t. И теперь вот, ну в каком-то смысле вот при построении этого процесса мы точки будем выбирать неравномерно, а в соответствии с этой плотностью p. То есть в пределе у нас тоже получится пассоновский точечный процесс, но, допустим, здесь, где плотность больше, здесь они чаще распределены. Независимость останется, но интенсивность в разных местах будет разная. Ну то есть, грубо говоря, если у нас есть отрезок a b, то среднее число точек, которое попало в этот отрезок, оно просто будет интеграл от a до b вот этой плотности p от t до t. Ну вот это такое вот напоминание, что такое точечный процесс, вот с интенсивностью p, пассоновский точечный процесс. Ну и, соответственно, давайте теперь представим, что, давайте обозначим этот процесс x, и давайте представим, что мы интенсивность этого процесса не знаем, а, допустим, мы знаем только сам его реализацию, допустим, сами эти точки, где находятся. Допустим, у нас есть эти точки, мы знаем, где они находятся, и нам как-то хочется восстановить вот эту плотность p. Ну понятно, что самый естественный, ну, в принципе, самый правильный способ такую гистограммку построить. То есть у нас есть вот эти точки, ну, то есть точки образуют интервалы, и мы над каждым интервальчиком строим прямоугольник, соответственно, единичной плотности. Ну и вот эта вот ступенчатая функция, не плотность, а площади, вот эта ступенчатая функция, она будет приближать, ну, в первом приближении, вот эту p. Площадь, да, не средняя, а просто, просто площадь. Да, не, вот у этой нет, она может быть неинтегрируема даже, это p. То есть, допустим, когда он равномерный, а наш у нас просто единица, она здесь, как бы, это невероятность на плотность, это просто интенсивность. Ну, когда уже p от t, вот эта конструкция, не совсем так ее надо описывать, там немножко по-другому, я сейчас не хочу на этом останавливаться. Вот, соответственно, давайте теперь представим, что мы наблюдаем уже не один процесс пласоновский с такой плотностью, а два, x1 и x2. И фактически у нас точек, ну, грубо говоря, в два раза больше получается. Но мы, получается, мы их даже не разделим, можно не различать эти точки, это неважно совершенно для определения p. Мы теперь просто берем интервальчики, которые там в среднем стали в два раза меньше, и на них, соответственно, тоже строим прямоугольнички уже плотностью, площадью 1,2. И уже у нас получается более хорошее приближение вот этой интенсивности процесса. Ну и, соответственно, когда мы уже наблюдаем n, x1 и так далее, xn процессов, у нас совсем хорошее приближение. Когда n стремится к бесконечности, вот эта ступенчатая функция будет к p стремиться. А теперь вот такой вопрос, который уже ближе к тому, чем Эльдор Абдулович занимался. Если мы наблюдаем этот процесс не на всей прямой, а только на каком-то отрезочке АВ, сможем ли мы, то есть здесь точки мы не видим, видим только те точки процесса, которые попали сюда. Ну, причем я считаю, что у нас все-таки асимптотическая постановка. Мы не на один процесс наблюдаем, а, как я сказал, n процессов и n стремится к бесконечности. Сможем ли мы в общем случае понять, какая интенсивность процесса вот здесь? Ну, естественно, не можем, да, потому что, как я сказал, у нас полная случайность, то есть число точек здесь не зависит от числа точек здесь. И если мы дополнительной информации о плотности никакой не знаем, то здесь мы ничего про нее сказать не можем, она здесь может быть любой. А вот давайте теперь представим ситуацию, если мы про плотность что-то знаем, что она принадлежит какому-то классу функций. Ну, вот одна из постановок, это когда плотность принадлежит, она определена на отрезке АВ и имеет аналитическое продолжение до какой-то области омега, комплексной плоскости. Ну, и причем она ограничена константой m какой-то на этой области. Вот давайте класс таких функций обозначим А красивая. Ну, и понятно, что, ну, все вы хорошо знаете теорему единственности о аналитических функциях, что, в принципе, если мы знаем все значения на отрезке АВ, то мы полностью знаем ее значение на всей области омега. И поэтому, в принципе, кажется, что наблюдая только точки Пуассоновского процесса на отрезке АВ можно восстановить эту плотность, ну, и вообще на всей омега. Ну, и давайте, ну, как обычно вот, как обычно вот статистики делается. Вот у нас есть какие-то значения вот этих Пуассоновских процессов, точки у нас их n штук и здесь какое-то количество точек, да, все точки всех этих n штук процессов мы наблюдаем. И мы вот эти точки используем, значение этих точек используем для построения какого-то приближения нашей плотности P. Давайте обозначим это Pn с крышкой. Крышка – это то, что приближение, а n – это то, что мы строим их по n Пуассоновским точечным процессам. Ну, и нам хочется, чтобы она была близка к P. Ну, то есть, как можно, там, один из способов это сравнить, это сравнить близость их к какой-нибудь норме, ну, вот самая естественная норма L2. То есть, нам хочется, чтобы это было маленьким. Ну, причем, так как мы не знаем, ну, это, так как у нас точки – это случайная величина, естественно, это тоже случайная величина, и, как бы, ее-то оценить нельзя, можно оценить ее среднее, да. То есть, можно оценить математическое ожидание вот этой L2-нормы, разности этих вот, которые нам неизвестно, и нашего случайного приближения. И нам хочется, чтобы, так как мы не знаем истинного значения P, нам хочется, чтобы это была штука маленькая для всех вообще P из вот этого класса A. То есть, нам нужно взять Supremum по A, и нам хочется, чтобы он был маленьким. Ну, и для этого что? Нам нужно найти какую-то из всех классов оценок, нам нужно найти какую-то, которая сделала его как можно меньше. То есть, нам нужно еще здесь добавить Infimum по всем оценкам Pn. И вот эта вот величина, она уже нам, в принципе, дает правильное представление того, насколько можно хорошо оценить, соответственно, неизвестную интенсивность по значениям вот этих вот реализации этих пласоновских точечных процессов. И Ильдар Адусь показал, что вот эта вещь, то есть он получил оценки сверху и снизу, то есть нашел порядок, ну, то есть вот этот символ Виноградова означает, что, соответственно, заключено между двумя константами. Константы, которые зависят от омега и от m. То есть здесь cm. Между такой величиной это корень из логарифм n, деленное на n. То есть вот такой порядок, ну, понятно, что стремится к нулю, то есть, в принципе, сходимость есть к правильной оценке в каком-то смысле, не к оценке, а к правильной плотности. И причем это правильный порядок, потому что лучше нельзя, а так можно, потому что вот здесь вот стоит такой значок. Ну, на самом деле, в этой статье там был рассмотрен случай P больше либо равного 1, то есть не только в L2 норме, а в Lp норме. Для P от единицы до 4, не включая конец, вот такая оценка. А когда вот, что удивительно, когда P больше либо равно 4, там еще некоторые логарифмические добавки появляются. Вот такой вот результат Ильдара Абдуловича. Следующий результат... Андрей Николаевич Бородин. У него множество результатов связано с так называемым локальным временем. Давайте я немножко на пальцах расскажу, что это такое. Давайте... Ну, представим, что Петя и Вася бросают монетку справедливую. И, соответственно, если орел выпадает, то Петя и Вася дают рубль, если решка наоборот. И давайте нарисуем график... И так они много раз делают. Давайте нарисуем график выигрыша Петя. Это то, что называется простой случайное блуждание. Вы все хорошо знаете, да? С вероятностью одна вторая вверх, с вероятностью одна вторая вниз. Как-нибудь так нарисуем сейчас. Ну, что-то такого типа, да? Ну, и давайте рассмотрим... Есть такое классическое понятие в теории случайных блужданий, как время пребывания. Вот давайте посмотрим, сколько раз там выигрыш Вась Петя был в нуле. Посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть моментов времени он находился в нуле. В единице он находился... Раз, два, три, четыре, пять. Пять раз. В двойке, соответственно, два раза. Минус единицы. Раз, два, три. Три раза. В минус двойке один раз. Ну, а в остальных — ноль. Ну, вы все хорошо знаете, что случайное блуждание, если n число шагов устремляет к бесконечности, ну, и отходить от него, соответственно, подальше, на корень из n, на расстояние, ну, то есть нормировать его коренем из n, то оно будет стремиться к так называемому Броновскому движению. Ну, в каком-то смысле. Сейчас не буду уточнять в каком. Вот. Что-то такого типа. Ну, причем, если правильно еще время нормировать, да, то... То есть один шаг — это одна n, то и времени, то оно будет на отрезке от нуля до единицы. Вот что-то такого типа. Оно, естественно, всюду негладкое. Так вот, вот эта теорема известная, да, вот такая сходимость есть. Так вот, оказывается, что... Опять же, Поль Леви заметил первый, насколько я знаю, что если мы теперь рассмотрим вот эту... Вот здесь я вот отметил вот эти времена пребывания. Это можно теперь, если вот это рассматривать как прямую x, координату, ну, ось x, то это получается функция в целых точках, принимающая неотрицательные целые значения. Так вот, оказывается, что тоже вот при должной нормировке вот эта функция... Теперь давайте графикю здесь нарисую с осью вот это как будто x. Она тоже стремится к некоторому процессу. Который... Ну, понятно, что носитель этой функции, это как раз между минимумом и максимумом броновского движения. И вот что-то здесь тоже такое вот... Очень негладкое получается. И вот эта вещь, она фактически называется броновское локальное время. В точке x она как раз говорит о том, сколько, так, не строго говоря, времени проводило броновское движение на уровне x. Ну, давайте строго определим ее l от x. Это что такое? Это... То есть нам нужно вот взять точку x. Надо взять... Надо взять x плюс epsilon. Вот такую полосочку очень узенькую. И посмотреть... Посмотреть, сколько времени она в эту полосочку попала. Вот здесь вот отметить время, да? Какую часть времени... Всего времени она единица наблюдалось вот это... В случае это блуждание. А в полосочку попало вот какое-то время. Ну, как это можно написать? Это можно написать как интеграл от нуля до единицы индикатора, да? того, что броновское движение индикатора x, x плюс epsilon, того, что броновское движение лежит в этом промежутке небольшом. W от s, ds. Ну, естественно, надо еще правильно нормировать. Один делить на epsilon. И вот этот... Ну и предел поставить. То есть этот предел существует, эта теорема. Но в каком смысле это просто производная радона Никодима получается. И как раз он и будет предел того, что вот я здесь говорил, если мы рассмотрим изначально случайное блуждание. Такая естественная вещь. Ну, я вот не очень люблю вот вещи, которые вот... Ну, с финансовой математикой, которые вот связаны. Ну, соответственно, здесь как раз очень такое наглядное можно сравнение. По-моему, называется профиль цены актива. То есть если мы будем рассматривать броновское движение как цену некоторого актива, то вот это вот локальное время, это, грубо говоря, сколько цена, как долго она проводила вблизи какого-то уровня. Ну, актив он может либо быстро идти куда-то во времена каких-нибудь там новостей, либо очень долго болтаться. И вот, соответственно, вот это как раз локальное время это и есть. То, что вот он в течение каких уровней он больше находился, а если оно здесь маленькое, это означает, что там цена пролетала быстро. Такое вот естественное понятие. Ну, Андрей Николаевич, он предложил рассмотреть следующую вещь. Это его работа 2020 года. Он предложил рассмотреть так называемое локальное время второго порядка. Что это такое? Ну, вот время локального порядка, это, грубо говоря, насколько популярен тот или иной уровень самого броновского движения. Чем оно больше, тем более часто он встречался. А давайте теперь такой вопрос. Вот, допустим, мы вот знаем, что такой-то уровень, вблизи такого уровня она находилась такое время, вблизи такого такое время. То есть у нас есть какие-то множество времен пребывания. А теперь вопрос. А какое время уже пребывания более вероятно, а какое менее вероятно? то есть мы теперь хотим посмотреть не на распределение уровней в плане их время нахождения, а теперь мы хотим то же самое сделать самими временами. То есть посмотреть, какие времена пребывания встречаются чаще, какие реже. Ну, допустим, вот там та же цена актива в течение, допустим, на каком-то уровне, она, допустим, два дня находилась, на разных уровнях по два дня, а на других там по две минуты. Допустим, что чаще бывает, что на два дня или две минуты находилась. И то же самое, поэтому можно сделать вот здесь. Ну, здесь неудачный пример. Здесь у нас каждый 2, 5, 6, 3, 1, все разные. То есть они все, получается, по одному разу встречались. Ну, соответственно, то есть идея в том, что теперь вот к этому процессу тоже применить локальное время, то есть взять локальное время от этого. То есть мы теперь здесь будем рассматривать уровни уже вот таким образом. То есть если мы вот здесь сгруппируем вот эти числа по группам, здесь неудачный пример, то оказывается, вот для случайного блуждания, оказывается, вот эти числа, они тоже будут иметь предел в пределе. То есть если мы здесь вот в этой формуле вместо броновского движения подставим справа вот это локальное время, то слева тоже можно показать, что есть предел. Ну, вот Андрей Николаевич вот это сделал. Ну и, соответственно, изучил различные его свойства, там различные распределения функционалов от него. Ну, по само локальное время, естественно, куча всяких работ была сделана. И вот Андрей Николаевич, он вот рассмотрел такой, на мой взгляд, очень естественный объект и вот доказал для него различные результаты. Так, вот третий результат Андрей Юрьевич Зайцев. Это результат совсем свежий, 2022 года. Ну, вот я благодарен Наталье Васильевне, что она здесь как раз чуть-чуть меня облегчила мой доклад. Вот она здесь упоминала про то, что вот если мы рассматриваем сумму независимых одинаково распределенных величин, ну, и можно даже векторов сразу рассматривать в РД, то, соответственно, бывают различные их пределы, ну, в смысле распределений. Ну, и понятно, что не для всех величин бывают вообще пределы. То есть они, ну, грубо говоря, только для тех величин, у которых там регулярные хвосты распределений. А, в принципе, как бы для произвольных величин вообще говоря, конечно, никакого предела здесь быть не может. Ну, вот такой вопрос. Вот у нас понятно, что если предел есть, и мы рассмотрим два соседних слагаемых вот этой последовательности, ну, с индексом n и с индексом n плюс 1, то понятно, что они должны быть близки, их распределения должны быть близки между собой. То есть существование предела следует близость двух соседних сумм с номерами n и n плюс 1. А вот такой вопрос. А если, допустим, предела нет, все-таки все еще остается близость сумм или нет? И вот Андрей Юрьевич получил такой удивительный результат. Ну, во-первых, как близость, как можно сравнивать? Ну, близость распределения, что такое распределение? Это мера. Ну, либо напрямую, либо мы сразу, Андрей Юрьевич, сразу в РД. В РД это рассматривает. То есть мы рассматриваем, давайте вот распределение суммы. Ну, давай сейчас напишем. Рассмотрим распределение, буковка n обозначим суммы с индексом n, k от единицы до n и нормируем мы корнем из n всегда. Вот сейчас я уже начинаю результат формулировать. Кси, ксикатая, и с индексом n плюс 1. k от единицы до n плюс 1, 1 делить на корень из n плюс 1, ксикатая. Так, прошу прощения, распределение вот этого, и мы сравниваем с распределением суммы с индексом n плюс 1. Ну, как можно сравнить распределение? Один из самых стандартных способов, это так называемая метрика Ливи Прохорова. Ну, Ливи ее в одномерном случае ввел, Прохоров обобщил. Ну, это примерно, фактически, вот если вы знаете расстояние Хаусдорфа, то есть между множествами в РД. То есть это такое минимальное епсилон, что епсилонокресец одного содержит другое и наоборот. И подобным образом можно определить расстояние между мерами. Я сейчас не буду это строго делать. Ну, очень похоже, естественно. И вот это метр, обозначенный π. И давайте рассмотрим расстояние между нормированной суммой с n слагаемыми и с n плюс 1. Так вот, поразительный результат в том, что вот это расстояние, оно стремится к нулю. И даже можно написать, с какой скоростью. Скорость не превосходит c. c зависит от распределения. Делить на корень из n. Ну, и самое удивительное в том, что это верно вообще всегда для любых распределений. То есть без каких-либо ограничений. Вот. Вот такой результат. Так, следующий. Давайте. Валентин Николаевич Солев. Я уже немножко ускорюсь. Результат 2014 года. Валентин Николаевич, он рассматривает так называемую задачу оценивания плотности случайной величины по косвенным наблюдениям. То есть давайте представим, что у нас есть некоторая величина ξ, у которой есть неизвестная плотность. Неизвестная плотность. П от t. И какой-то есть процесс. Ну, вот я вам показывал по-ассоновски. Можно рассмотреть. Он рассмотрел более сложный точечный процесс. Я сейчас не буду формулировать какой. Который независим от нашей случайной величины ξ. И мы знаем, что ξ попала... Мы знаем, как бы ее значение не знаем. Мы знаем только в какой промежуток она попала. В какой промежуток она попала. Ну и, соответственно, наблюдаем мы опять не одну ее, а, естественно, n штук. Потому что по одному наблюдению, конечно, ничего сказать нельзя. Наблюдаем n штук. И для каждого мы знаем, в какой из промежутков вот этого случайного точного процесса она попала. И на основании этого он построил оценку для вот этой плотности ξ. И показал, что... Ну, он рассматривал L1-норму. Что, соответственно, мотожидание разности в L1-норме от этой оценки и истинной плотности оно не превосходит некоторую константу, деленную на корень кубический z. Вот такой вот результат. То есть вот такими примерно задачами Валентин Николаевич занимается. Мария Владимировна Платонова. Результат 2016 года. Давайте рассмотрим задачу Каши для уравнения теплопроводности, одномерную. То есть у штрих по t это 1 вторая у 2 штриха по x. Где t это время, x одномерное. И начальное условие у от 0x равняется φ от x. Ну, хорошо известно вероятностное представление для решения этой задачи, которое нам говорит, что у от tx представимо в следующем виде. Это математическое ожидание от φ от x плюс венеровский процесс от t. Ну, где вот венеровский процесс, это то, что вот как раз я уже о нем говорил, стандартный венеровский процесс. Ну, интуитивно эту формулу, как можно понимать, вот тепло, оно как распространяется? Там множество частиц хаотических. То есть множество реализации вот этого венеровского процесса, которые как-то себя ведут хаотически. Потом мы берем математическое ожидание, то есть усредняем. И в среднем, получается, они все вот как тепло распространяется, вот как вот это вот усреднение всех этих множеств частиц, которые хаотично движутся как W. Ну, и получается вот такая формула. Это частный случай, вот как раз известная формула Фейнмана-Катца. Соответственно, возникает вопрос, а можно ли обобщить вот этот результат, вот эту формулу, вероятность представления для решения такого уравнения, когда здесь стоит не деференцирование второго порядка, а здесь стоит высший порядок, дифференцировальный оператор высшего порядка целого. Ну вот, к сожалению, это сделать нельзя напрямую, но причина примерно та же самая, что вот если мы рассмотрим другое уравнение Шрёдингера, то есть если мы здесь и поставим, то получится уравнение Шрёдингера, и формально, если мы вот это напишем формулу для уравнения Шрёдингера, то как раз мы получим то, что вот называется интеграл Фейнмана, то есть, ну или континентуальный интеграл, то есть, ну, матожидание перейдет, соответственно, здесь было матожидание по винировской мере, а соответственно у Фейнмана был интеграл по некоторой мере, но вот, к сожалению, эта мера, она как бы задается на цилиндрических множествах траекторий, а уже на сигмооболочку ее продолжить нельзя, на сигмозамыкание, то есть там как бы не получается так вот строго, как в случае с винировским процессом. Ну и, кстати, как раз вот Кац, он как раз и увидел, как делал Фейнман, и он понял, что когда и нету, как раз все это можно сделать строго, как раз у него, его как раз работа Фейнмана вдохновила на эту формулу, и получилась вот эта формула красивая, поэтому она так и называется, Фейнмана Кацца. Ну и, ну что можно сделать? Можно, ну вот была серия работ Ибрагимова, Смородина и Фадеева, где они предложили другой способ, это рассматривать некоторые аппроксимации решений, для этих аппроксимаций строить вероятностное представление, но и потом уже вот аппроксимировать вот это вот решение. Ну и, соответственно, там в двух словах Маша что сделала? Она, чтобы рассмотреть вот случай, когда здесь уже у нас произвольный порядок, не второй, а произвольный, она построила некоторую аппроксимацию для этого решения, но аппроксимацию, причем она использовала вероятностную, как функционал здесь рассматривала не от винировского процесса, а как раз вот от пуассоновского точечного процесса. Причем там, как бы, что интересно, в случае, когда вот эти целые, ну порядок дифференцирования имел остатки 1 и 2 по модулю k, там был один способ, ну как раз вот, как я понимаю, опирался вот на то, что было уже известно, а когда два других, там Маше пришлось два оставшихся придумать что-то совершенно новое и, в общем, да, полностью получается. для всевозможного она смотрела все целые положительные порядки и для них вот построила вот эти различные аппроксимации. соответственно, ну я думаю, да, тогда уже у меня две минуты осталось, наверное, уже стоит на этом закончить. все, спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Пожалуйста, вопросы. Так, все уже немного подустали. Так, ну, вопросов, вроде вопросов нету. тогда для заключительного слова. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ